А к годовщине освобождения Запорожья открыли выставку в художественном музее «Память огненных лет». Своё творчество представляют авторы, прошедшие школу Афганистана. Подобную выставку уже открывали на годовщину вывода войск из Афганистана ко Дню Победы. И вот опять центральное и самое масштабное полотно рисовали по рассказам Ивана Волика. Говорит, везли гуманитарный груз, попали под обстрел в ущелье, танки из колонны подбили маджахеды. Там и увидел высоко над горами Матерь Божью, называя это католический манер Мадонной. Этот момент тоже есть на картине. Там я получил свои ранения первые, очень тяжелые. Отлежал в госпитале, в Баграмском госпитале 21 день, потом 15 дней в Кабульском, потом в Союзе еще месяц. Вот стреляют по врагам, противник с гранатометом в прицеле снайпера. Позже этот прием применят для советского моряка-подводника и девушки-столевара. Среди атакующих вертолетов и бойцов в камуфляже нашлось место и для лирики. Вот костер любви и дружеские посиделки моряков. В нехитрые натюрморты органично вписались мобилки, спиртное и закуска. Рисовали большей частью Алексей Данилов и Владимир Новиков. Алексей честно признается, помогали друзья. Из воспоминаний родилось большинство сюжетов. Говорит, сам диверсант-подводник до Афгана побывал с миротворческими миссиями в Анголе и Сирии. Пытаемся это самое объяснить, что решение всех конфликтов можно решить мирным путем. Потому что сейчас такая обстановка в стране и вообще в мире, что некоторые горячие головы думают, что мы решим что-то можно войной. Подобное отношение художник-баталист передает в картинах. Наенность манеры пороком не считает, берет энергетикой. Даже когда возле подлодки на Северном полюсе взлетает летающая тарелка, хочется верить. Познакомиться с армейскими и флотскими буднями пригласили лицеистов будущих военных. Мы пытаемся донести до молодежи, что мы есть, что мы не просто где-то растворились, что мы работаем, организовываем выставку. Выставка будет неделю, а вообще афганцы хотят свое помещение. Там собираются устроить диораму и постоянную экспозицию. Будут привлекать зрителя. А пока поют под стенами музея о нелегкой доле тех, кто прошел огненные горнила и вообще за жизнь.